Это еще одно видео из серии «Гитарная схемотехника», и сегодня мы поговорим о знаменитой гитаре Брайана Мэя – Red Special. Эта гитара сама по себе абсолютно уникальна. В первую очередь, конечно же, потому что она была сделана самим Брайаном Мэем и его отцом из подручных материалов, как говорится, на голом энтузиазме. Кроме того, она очень интересна своей необычной, но крайне функциональной схемой распайки. Если честно, даже удивительно, почему эту схему не используют крупные производители электрогитар. В этом видео мы подробно разберем схемотехнику Red Special, и в конце видео я покажу вам, как эта схема может работать на стратокастере. Я Василий, это канал VS Projects, давайте начинать. Итак, знаменитая гитара Брайана Мэя – Red Special. Вот эта фотография именно той гитары, которая была сделана вручную. И вот как бы датой рождения этой гитары считается 15 марта 1963 года. Именно тогда, после полутора лет работы над этим инструментом, Брайан совместно с отцом пришли к мнению, что уже можно на этой гитаре играть. Хотя, по словам самого Брайана Мэя, работа над гитарой не прекращалась никогда. Конечно, это очень интересная и удивительная история о том, как они делали эту гитару, но мы сегодня останавливаться на этом не будем. Единственное, что расскажу вам, это о том, как вот развивались вот эти гитары Red Special, о сотрудничестве Брайана Мэя с другими компаниями, и немножко о гитарах, которые выпускаются вот сегодня и которые можно купить. Первая крупная компания, с которой работал Брайан Мэй, и которая стала выпускать вот гитары, похожие на Red Special – это Guild. С 1985 по 1995 годы компания Guild выпускала вот разные модели. Английская компания Burns стала второй вот компанией, которая официально сотрудничала с Брайаном Мэем, и с октября 2001 по июль 2004 они вот выпускали тоже гитары, похожие на Red Special. Но они, конечно, тоже были далеки от оригинала, вплоть до того, что вот здесь, посмотрите, вот стратокастерный бридж на этих гитарах установлен, что, конечно, не очень аутентично. Но с 2004 года у Брайана Мэя есть своя как бы гитарная компания, называется Brian May Guitars, и они выпускают там несколько типов гитар, и в частности вот есть такая, которая называется BMG Super, Brian May Guitars Super. И вот эта вот максимально похожая на его гитару модель, вплоть до того, что здесь вот практически такой же бридж, как на гитаре у Мэя, и такая же вот система вибрато. Специальные звукосниматели, которые делаются по вот спецификациям самого Мэя, ну и все остальное, в общем, очень-очень похоже. Такая гитара Super – это вот Custom Shop, и на сегодняшний день у них вот лист ожидания уже забит настолько, что они новые заказы не принимают. При стоимости около 3000 фунтов их лист ожидания вот просто закрыт. Но они выпускают такую как бы более бюджетную модель. Называется она вот BMG Special. Ну и вот здесь вот посмотрите, в чем отличие прежде всего. Установлен вот такой вот Wilkinson Bridge. Все не так вот как бы красиво, потому что звукосниматели крепятся прямо на пикгард, и переключатели тоже крепятся сразу прямо на пикгард. То есть все такое удешевленное. Но при этом она вот как бы сама гитара сохраняет полностью весь функционал. Та же у нее укороченная мензура 24 дюйма, и все размеры как бы полностью соблюдены. То есть если не вдаваться в подробности, это такая очень приличная реплика гитар Брайана Мэя. Ну это даже, конечно же, не реплика, это вот просто бюджетная модель гитары Брайана Мэя. В свое время была даже выпущена книга Брайан Мэйс Рэд Спешл. То есть фактически это книга о гитаре. И она доступна, ее можно вот заказать и купить на вот этом сайте theredspecial.com. И она, в общем-то, содержит полную историю того, как эта гитара создавалась. Там огромное количество фотографий, схем всяких и так далее. И, в общем, рассказов о том, о сём. И, ну, книга наверняка очень интересная. Я, к сожалению, сам ее не читал, но думаю, вот не купить ли ее, не заказать ли. И это, конечно, книга, которая вот для тех, кто хочет собрать такую гитару, она, я думаю, очень полезна. Ну и надо сказать, что по всему миру тысячи людей вот собирают такие гитары. Если вот порыться на ютюбе и в интернете, можно найти прямо массу интересных видео и вот прям статей с подробным документированием, кто, как это делал и так далее. Существуют планы прямо для этой гитары, которые можно взять за основу и, соответственно, самому сделать такую гитару в своей мастерской или даже дома. Если вам интересно, я в описании оставлю несколько ссылок на ресурсы, где вы можете посмотреть, как люди вот собирают эту гитару, где есть подробные фотографии или даже подробные видео. Теперь перейдем немножко вот к электронной части гитары и начнем мы со звукоснимателей. На гитаре, в общем, установлены вот звукосниматели, которые выпускала фирма Burns. Сейчас, конечно, они вот не выпускаются уже тех 60-х годов, но, тем не менее, у них вот есть сеты, которые сделаны по тем же спецификациям. Эти звукосниматели называются Trisonic. Они, конечно, отличаются от обычных синглов, в частности, по звуку, ну и, конечно же, по конструкции. У них вот такое вот металлическое как бы основание, и в середине расположен вот такой магнит. И вокруг магнита, внутри вот этой вот железной конструкции, соответственно, обмотка. И все это закрывается еще и металлической крышкой. Вообще, эти звукосниматели имеют как бы более высокое сопротивление по сравнению с обычными, допустим, те же стратокастерными синглами, а также имеют как бы более широкий частотный диапазон. То есть звучат как бы более объемно, широко. То есть гармоник в них больше. Вот как они, допустим, устанавливаются в этой гитаре. Посмотрите, что вот как бы корпуса этих звукоснимателей, они должны быть заведены на вот общую гитарную землю. Ну, нужно, конечно, отметить еще один такой момент, что вот сами звукосниматели Trisonic, они в том числе и как бы больше обычных синглов, тех же вот стратокастерных синглов. Смотрите. Они и шире, и длиннее. Их вот нельзя просто вставить стратокастер на замену синглам. Нужно обязательно будет вот сам пикгард менять. И в том числе, возможно, еще и расширять немножко пространство внутри самого корпуса. То есть вот как выглядит обычный пикгард на стратокастере, и вот внутри какие вот у него пространства. И звукосниматели, соответственно, там легко помещаются. Эти звукосниматели, они, соответственно, вот пошире. Получается, что они вот как в лучшем случае в натяг войдут вот в корпус самого стратокастера. Видите, вот здесь вот они прям как бы упираются. Но все еще, конечно, зависит от самого корпуса. Тут надо смотреть вообще в частности. Вот. И получается, что нужен специально пикгард под них. И, возможно, придется вот в корпусе тоже немножко там как бы место подобрать. И вот смотрите, как выглядели бы вот эти Trisonic звукосниматели и переделанный полностью вот пикгард под Red Special на стратокастере. Кто-то вот задался целью и сделал вот такой вот красивый инструмент. Однако, если вот вы все равно хотите попробовать поставить себе Trisonic звукосниматели на стратокастер, к счастью, Бернс выпускает и такой вот мини-сет. То есть они вот как бы и покороче, и поуже. И, соответственно, они входят в обычный пикгард, и вы уже можете их, так говорится, попробовать без особых усилий. К тому же на просторах интернета можно купить уже прямо вот такой вот заранее сделанный пикгард с установленными звукоснимателями и соответствующей распайкой. Если, конечно, кому-то интересно. Стоит он там в пределах, не знаю, 300 долларов, наверное, не меньше. Давайте теперь посмотрим, что же внутри этой гитары. Ну, на звукоснимателе мы более-менее уже посмотрели. Есть вот такой вот блок переключателей, и есть блок вот громкость и тембр. Эти переключатели устанавливаются на специальную как бы вот алюминиевую панель, а сверху уже накрываются пикгардом, чтобы не было видно вот этих вот винтиков на пикгарде. Их можно было бы, конечно, прикрутить прямо на пикгард, но вот изначально было сделано так, и вот в аутентичных гитарах делают именно вот так. Делают специальную вот алюминиевую панель, на них устанавливают переключатели, и все это вот накрывают пикгардом с прорезями для ползунков. Вот здесь на картинке это вот такие аутентичные переключатели, какие были установлены в начале 60-х на гитару Брайана Мэя. Они видите, вот такой вот, как бы, в разные стороны у них контакты вот здесь вот торчат. К сожалению, сейчас вот такие звукосниматели не выпускают, их делают только вот какие-то умельцы за бешеные деньги. Можно их, конечно, найти и заказать, но можно вот использовать обычные свитчкрафтовские переключатели. Они вот, вот их модель. Они бывают вот с черным ползунком и бывают также и с белым. Как они работают, да? Ну, собственно, ничего сложного. Это, собственно, ну обычный сдвоенный переключатель. Вот DPDT, Double Pull, Double Throw. Соответственно, в первом положении или в правом положении вот на рисунке замкнуты вот эти и вот эти. Во втором положении или в левом положении эти и вот эти. То есть фактически вот А2 и B2 это вот средние, а А1, А3 и B1, B3 это переключаемые. Ну и, собственно, если нет вот под рукой вот таких переключателей, да и с ними возни, собственно говоря, больше, их можно легко заменить на обычные вот такие мини-переключатели. Он, он. Та же самая вот тема здесь, да? Средний вывод это общий, ну а крайний это вот переключаемые. Тот же самый функционал, что и здесь. Ну, в общем, об элементах мы поговорили. Теперь вот сама схема. Есть сведения, что это вот рисунок оригинальной схемы, который был прямо нарисован отцом Брайана Мэя, Харальда. И, в принципе, если посмотреть на него повнимательнее, как бы все можно понять и разобраться. Но я, конечно, все это перерисовал, чтобы нам было удобнее смотреть. В более привычных, так сказать, красках. Вот, собственно, как выглядит схема распайки Red Special. Ну и в первую очередь надо рассказать про вот сами переключатели. На этой гитаре установлено шесть вот таких вот переключателей. И вот верхний ряд, первые вот эти три, раз, два, три, отвечают, соответственно, за включение некового звукоснимателя, среднего и бриджевого звукоснимателя. То есть каждый звукосниматель включается отдельно. Нижний ряд вот этих переключателей отвечает за фазу звукоснимателя. То есть у каждого звукоснимателя можно поменять фазу. Единственное, что надо помнить, как бы, что если вы используете один звукосниматель, меняя его фазу, ничего не произойдет, да, то есть, ну, вы будете просто, как бы, плюс с минусом менять, но на звуке это никак не отразится. Out of phase, вот это вот понятие, да, вот обратная фаза или перевернутая фаза или противофаза, он, как бы, этот эффект работает только если у вас как минимум два звукоснимателя или даже целых три звукоснимателя включены одновременно. Тогда в этом случае, как бы, перевод вот фазы одного из звукоснимателей, он будет, как бы, оказывать эффект следующего образа, что именно этот звукосниматель, как бы, будет подключен в противофазе, некоторые частоты, соответственно, при таком подключении будут из сигнала пропадать, потому что, ну, как бы, вот они, два звукоснимателя в противофазе, и, соответственно, некоторые частоты просто сами, как бы, вычистаются из сигнала. Такая схема, собственно говоря, позволяет использовать любое сочетание звукоснимателей и любое сочетание их противофазного подключения, будем так говорить. Ну и то, что в начале, конечно, нужно сказать, это то, что вот эти звукосниматели, это вот как бы набор звукоснимателей. Средний звукосниматель, он как вот в Stratocaster RWRP, то есть Reverse Wound Reverse Polarity, то есть обратная намотка, обратная полярность. То есть он намотан в другую сторону и магнит у него расположен тоже в другую сторону. Есть вот отличное видео, сейчас мы его посмотрим, где вот четко будет видно, что такое вот другая полярность. Смотрите, стрелка здесь показывает в одну сторону, здесь, соответственно, в другую, здесь опять в эту же. То есть вот средний имеет другую полярность по отношению к бриджу и к нэку. Очень наглядное, отличное видео. Ну и давайте вернемся к самой схеме и начнем вот с переключателей для каждого звукоснимателя. Как это все происходит? Если переключатели находятся вот в верхнем положении, замкнуты вот эти два контакта и вот эти два на каждом из них, то, соответственно, сигнал, который уходит на выход, он каким образом проходит? Он проходит вот так, соответственно, сюда, сюда и замыкается на общий. То есть сигнала нет. Допустим, мы переключим вот бридж в другое положение. И тогда что получится? У нас фактически получается, что сигнал берется вот отсюда, а черный вывод, то есть общий вывод звукоснимателя, он через вот эти вот перемычки присоединяется к общему. И мы слышим звук. Все очень просто и прямо вот отлично сделано. Если мы добавляем, соответственно, вот этот звукосниматель, то у нас подлучается, что вот красный вывод этого звукоснимателя подключен к черному выводу вот этого звукоснимателя. А черный уже через вот этот контакт уходит на общий. Подключим еще один и получим ту же, собственно, схему. Если все три звукоснимателя включены, они включены как бы последовательно. То есть в этой схеме все сочетания звукоснимателей, они как бы последовательны. То есть если, допустим, бридж и нек, то вот здесь не будет, а здесь как бы перемычка между ними. Но это все равно последовательное подключение. И в этом и особенность вот этой вот схемотехники Red Special. То есть в отличие от Stratocaster, например, где тоже три как бы сингла, но там подключение происходит параллельно. То есть во второй и в четвертой позиции звукосниматели включаются параллельно. А здесь все звукосниматели включаются последовательно. И это нужно как бы хорошо понимать. И это, в общем, особенность, изюминка и вот как бы преимущество вот этой распайки по сравнению там с другими. Ну и, собственно, яркая особенность вот этой самой гитары Red Special. Пойдем дальше. Следующие три вот переключателя, это переключатели, которые отвечают за поворот фазы. В некоторых своих других видео я уже рассказывал про это вот Out of Phase. И вот чтобы нам эти переключатели помогли фазу переворачивать, нам нужно вот так вот крест-накрест соединить их крайние выводы. Это, собственно, нужно как раз для того, чтобы плюс поменять с минусом. То есть перевернуть контакты звукоснимателя. И тогда следующий наш шаг это вот подключить провода от звукоснимателей на средние выводы вот каждого из этих переключателей. А следующий шаг нам нужно вот эти вот выводы переключателей подсоединить туда же, где у нас были как бы выводы звукоснимателей. И получается, что если у нас вот как бы в верхнем положении, да, вот переключатель, то у нас сигнал проходит так же. Вот здесь вот красный приходит на свое, собственно, место, да. А черный через вот это вот соединение приходит на свое. Если мы переключаем вниз, вот сюда вот, то получается, что красный приходит на место черного, а черный через вот этот вот проводник приходит на место красного. Вот так и происходит переключение или поворот фазы, или поворот контактов звукоснимателя. И так вот мы делаем все три раза. Очень простая, вот такая интересная, хорошая схема. Но, как вы, наверное, догадываетесь, пытливый ум энтузиастов на этом не остановился, и они решили, да как так, что это, только последовательно. Это, конечно, клёво, но где же параллельное-то соединение? И самые пытливые из них разработали вот такую ещё схему. Где вот появляется вот такой вот переключатель, который отвечает за либо последовательное, либо параллельное соединение звукоснимателей. Схема, конечно, крайне непонятная в таком виде, мы её сегодня рассматривать не будем. Может быть, когда-нибудь в далёком будущем, если вот прямо нужно будет её разобрать, я, конечно, её разберу. А сегодня вернёмся, в общем-то, к нашей схеме, схеме Red Special. Ну, как бы, чтобы вот уже схему полностью завершить, нужно напомнить, что бридж обязательно вот подсоединяется к общему, и есть вот для него отдельный провод. Ну, и если гитара экранирована, а вот Red Special, он как бы экранированный, многие гитары экранированы, и экран, конечно, тоже должен подключаться к общему. И, собственно, вот так вот выглядит окончательная финальная схема. А теперь давайте вот посмотрим, как она выглядит в собранном виде для стратокастера. Ну, и послушаем заодно, как звучит. Ну, вот, как обычно мой стратокастер, я вывел сюда контакты звукоснимателей и подключил их на картонку, как и в предыдущих видео. Вот как бы выглядела эта распайка, если бы я её расположил на пикгарде. Громкость, тонн и шесть переключателей. Теперь посмотрим на распайку. Итак, вот эти три переключателя отвечают за каждый звукосниматель, а, соответственно, вот эти три отвечают за разворот фазы. Тут пришлось немножко вот так вот сделать перекрёстные соединения, потому что, ну, достаточно мелкие эти переключатели, и так сделать было удобнее. Ну, и вот сами звукосниматели подсоединяются уже на эти переключатели. Всё, собственно, как на схеме, как я и объяснял. Теперь можем подключить и послушать, что же получилось. Итак, я подключил гитарный кабель в картонку, и, соответственно, этот же кабель подключён к бос-катана. Сегодня мы будем использовать этот усилитель. Сейчас все переключатели в нижнем положении, собственно, выключены, ну и звука нет. Подключаю НЭК. Соответственно, обычный тратокастерный НЭК. Далее подключаю средний. Сразу звук стал погромче. Ну, естественно, два сингла последовательно соединённые, ну и, соответственно, звук сразу становится громким. Теперь подключаю сразу бридж, то есть три сингла соединённые последовательно. Звук стал ещё громче, и появился такой небольшой отзвук от бриджа. То есть, вот если бридж отдельно... Ну, вот он, да? Собственно, такой яркий, звонкий звук. Все вместе... Бридж отдельно. Подключаем к бриджу средний. Ну, тоже, да, достаточно обычный звук. Просто последовательно подключённые, это не совсем тот же звук, когда вот параллельно подключённые в стратокастере, ну вот в обычной распайке. Ну, и попробуем, что? Нэк и бридж. Только нэк и бридж. Вот этот звук мне определённо нравится. Нэк и бридж вместе прямо очень круто звучат. Ну, а теперь что? Попробуем поворачивать фазы. Напомню, что разворот фазы, вот, out of phase, действует только тогда, когда два звукоснимателя или три звукоснимателя вместе работают. А для одного это, собственно, никакой звуковой разницы нет. Может быть, есть какая-то там маленькая разница, но её на слух практически невозможно воспринять. Вот, пожалуйста, сейчас вот нэк, обычный нэк. Поворачиваю его фазу, как будто бы. Ну, и, в общем, ничего не поменялось. Однако, если мы сейчас вот нэк и мидл. И развернём фазу. Сразу звук поменялся. Это я у нэка переключил фазу. Если у среднего переключено. Звук, ну, почти такой же. Вот если переключаем. Это вот сейчас у среднего переключено. А это у нэка переключено. Ну, и на слух звук практически одинаковый. Как видите. Тут надо очень хорошо понимать, что делает поворот фазы. Как бы вы их, как бы, не переключили, они всё равно будут, ну, одинаково подключены. Имеется в виду, поворачиваете фазу на нэке или поворачиваете фазу на среднем. Без разницы, звук будет одинаковый. Ещё раз. Вот сейчас нэк out of phase, а средний in phase. Наоборот. Звук, собственно, такой и остался. Если оба, то это обычный. Да. Ну, попробуем теперь средний и бридж. Повернём бридж. Сразу звук стал очень сухой, да? Гораздо суше. Брайан Мэй, кстати, вот эти позиции для соло своих использует. Когда вот два звукоснимателя, и один из них out of phase. Это вот, в частности, его соло в разных песнях Queen. Ну, и давайте посмотрим вот нэк и бридж. И повернём бридж. А если повернуть нэк? Всё то же самое. Как бы очень ожидаемый результат. И это, собственно, хорошо. И вы можете управлять этим, как бы вот при помощи этих шести переключателей. И это очень, как бы, наглядно с одной стороны, а с другой стороны удобно. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Я не знаю, кто привык, конечно, вот к пятипозиционнику на стратокастере, вряд ли ему будет это удобно. Но это очень такой интересный вариант. Ну, и вот попробуем все. Все три звукоснимателя. Все три звукоснимателя звучат, конечно, прямо очень широко и красиво. Это прям такой полноценный, мощный звук. Ну, повернём какой-нибудь из них. Вот бридж. Попробуем повернуть средний. То есть все три звукоснимателя работают, и средний я поворачиваю. Соответственно, теперь попробуем повернуть нек, когда все три работают. Ну, что, вот когда все три включены, в зависимости от перевёрнутого звукоснимателя, звук сильно меняется. Вот ещё раз. Значит, это просто все три включены. Поворачиваем бридж. Бридж. Средний. Нек. Ну, вот, пожалуйста, очень интересно. Так как как-то вот получается. Попробуем с овердрайвом. Сейчас у меня средний и бридж включены. Если мы сейчас повернём бридж. Абсолютно меняется звук. Когда поворачиваете, сразу гармоник становится меньше, и звук, соответственно, тоже меняется сильно. Но с овердрайвом, конечно, нужно играть лучше, чем я играю. Поэтому это я оставляю вам. Соберите такую схемку, посмотрите, что получилось, послушайте, и напишите в комментариях, понравилось вам это или нет. Стоит ли заморачиваться, чтобы такую схему делать на том же стратокастере. А так, на сегодня всё. Всем спасибо.